Божьей милости буди нам грешным Создав нас Господи, помилуй нас Без числа мы согрешили Господи Прости и помилуй нас Грешных благослови Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас, аминь Слава Тебе, Боже, нас Слава Тебе, Царю Небесную Утешителю Души истины Иже везде, и вся исполняя Сокровища благих и жизни Подателю Приди и вселися вны И очисти на всякие скверны И спаси блажей души Наша, Святый Боже, Святый Крепкий Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Боже, Святый Крепкий Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Боже, Святый Крепкий Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне Присно и Неприсно И во веки веков, аминь Приди и Святая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наше Владыка, прости Беззаконие наше Святый посети Исцели немощи нашей имени Твой Гураде Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне Присно и во веки веков, аминь Отче наш и Жиси на небесе Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое Да будет воля Твоя, кана небесей на земли Хлеб наш насущный, дашь нам днесь И остави нам долги наши Якажи, мы оставляем должником нашим И не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого Ибо Твой Царство и Сила и Слава во веки Аминь Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне Присно и во веки веков, аминь Придите, поклонимся Цареве нашему Богу Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему 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 Господи, уснем и отверзающие уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною слава моя, и Ты возносишь голову мою, глаза мою взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь, я сплю и стою, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь фланиту всех врагов Твоих, сокрушая их зубы нечестивых от Господа спасения над народом Твоим, благословение Твое. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззаконие мы превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего, я сагбен и совсем по них весь день сетую хожу. Ибо через ламы и полны воспаления, и нет целого места в плоти моей, я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего, Господи. Пред Тобой все желания мои, воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставило меня силы мои, светочей моих, и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы, мои ближние мои стоят вдали. Ищущие же души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответов, ибо на Тебя, Господи, уповаю. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению скорб, но я всегда предо мною. Беззаконие мое сознаю грех, сокрушаясь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются, ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждует, проснуйте в меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой. Не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней залищу я. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и бесплотной, безводной. Чтоб видеть силу Тую и славу Тую, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и элеем насыщается душа моя. И радостным глазом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты помощь моей в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя. Десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возоселится о Боге. Восхвален будет всякий клянущийся им. Ибо заградятся уста говорящих неправду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Божия. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Божия. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Божия. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего Днем вопию и ночью пред Тобою Давниди пред лице Твоя молитва Я преклони ухо Твое к молению моему Ибо душа моя насытилась бедствами Жизнь моя приблизилась к преисподней Я сравнялся с них, сходящими в могилу Я стал, как человек без силы Между мертвыми брошенный Как убитый, лежащий во гробе О которых Ты уже не вспоминаешь И которые от руки Твоей отринуты Ты положи мое в рог преисподний Во мрак, в бездну Отяготила на мне ярость Твои И всеми волнами Твоими Ты поразил меня Ты удалил от меня знакомых моих Сделал меня отвратительным для них Я заключенный не могу выйти Око мое истомилось от горести Весь день я взывал к Тебе, Господи Простирал к Тебе руки мои Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместитление? Разве во мраке познают чудеса Твои в земле Загрения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю И рано утром молитва моя предваряет Тебя Для чего, Господи, отрываешь душу мою Скрываешь лице Твою от меня? Я несчастенно и стоеваю с юности Несу ужасы Твои и изнемогаю Надо мной прошла ярость Твоя Устрашения Твои сокрушили меня Всякий день окружают меня, как вода Облегают меня все вместе Ты удалил от меня друга искреннего Знакомых моих не видно Благослови душа моя, Господа И вся внутренность, мое святое имя Благослови душа моя, Господа И не забывай всех благодеяния Его Он прощает все беззакония Твои Исцеляет все недуги Твои Избавляет от могилы жизнь Твою Венчает Тебя милостью и щедротами Насыщает благами желания Твои Обновляется подобно орлу юность Твоя Господь творит правду и суд всем обиженным Он показал пути свои Моисею сынам Израилям Дела свои Щедрый милостив Господь, долго терпелив И много милостив Не до конца гневается и не вовек негодует Не по беззакониям нашим сотворил нам И не по грехам нашим воздал нам Ибо как высоко небо над землей Так велика милость Господа к боящимся Его Как далеко восток от запада Так удалил Он от нас беззакония наши Как отец милует сынов Так милует Господь боящихся Его Ибо Он знает состав наш Помнит, что мы персть Дни человека, как трава Как цвет полевой Так Он цветет Пройдет над Ним ветер и нет Его И места Его уже не узнает Его Милость же Господня от века и до века Над боящимся Его И правда Его на сынах Сынов хранящих заветов И помнящих заповеди Его Чтобы исполнять их Господь на небесах поставил престол свой И Царство Его всем обладает Благословите Господа все ангелы Его Крепкие силы исполняющие Слово Его Повинуйсь глазу Слово Его Благословите Господа все воинства Его Служители Его, исполняющие волю Его Благословите Господа все дела Его Во всех местах владычества Его Благослови душа моя Господа Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, когда но умерших, и уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляя о всех делах Твоих, рассуждая о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу, даром я рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих к Тебе прибегаю, научи мне исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе Божие, Аллилуйя, 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 Слава Тебе Божие, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, присно и во веки веков. Аминь. Житие Андрея Первозванного Память 30 ноября Святой Андрей, первозванный апостол Христов, сын одного еврея по имени Ионы, брат святого Верховного апостола Петра, был родом из города Вифсаиды Презирая суеты сего мира и предпочитая девство супружеству, он не пожелал вступить в брак Но услышав, что святой предтеча Иоанн проповедует на Иордане покаяние, оставил все и пошел к нему и сделался его учеником Когда святой предтеча, указывая на проходящего мимо Иисуса Христа, произнес «Сеагнец Божий» Святой Андрей вместе с другим учеником предтечи, которого считают за евангелиста Иоанна, оставил крестителя и последовал за Христом Он нашел брата своего, Симона Петра и сказал ему «Мы нашли Мессию, именуемого Христа» и привел его к Иисусу Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41 по 42 стих После сего, когда он ловил вместе с Петром рыбу на берегу Галилейского моря, Иисус возвал к ним, говоря «Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков» Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих Тогда Андрей, тотчас оставив по зову Господню сети, пошел вместе со своим братом Петром за Христом Матфея, 4 глава, 20 стих Андрей был назван первозванным, потому что прежде всех апостолов сделался последователем и учеником Иисуса Христа Когда же после вольных страданий Господа по воскресении Его Святой Андрей принял, как и прочие апостолы, Духа Святаго, шедшего на Него в виде огненного языка Деяния, 2 глава, 3 стих И когда были разделяемы страны, ему достался поживию страны вифинийские и протонгитские С Халкидоном и Византией, Фракию и Македонии Простирающиеся до самого Черного моря и Дуная А также Фессалия, Елада, Ахая, Аминтим, Трапезунт, Ираклия и Амастрида Святый Андрей прошел эти города и страны, проповедуя Христову веру И в каждом городе принял много скорбей и страданий Подкрепляемый всесильной помощью Божией он терпел все бедствия за Христа с услаждением Более всего он претерпел мучений в городе, называемом Синоп Здесь его бросали на землю и, взяв за руки и ноги, таскали, били поленьями Бросали в него камнями, вырывали у него пальцы и зубы Но он, благодатью своего спасителя и учителя, снова оказался здоровым и целым от ран Отправившись оттуда, он проходил иные страны Неокисарею, Самосаты, Аланы, страны Абасков, Зигов и Босфаринов Потом он отплыл в афрокийский город Византию, где он первый проповедовал Христа И, научив многих, поставил пресвитера в церкви, во епископа И в Византию он рукоположил стахия, о котором святой апостол Павел упоминает в послании к римлянам В 16 главе 9 стихе Сам же он, подъемля, в благовествовании Христовом апостольские болезни и труды Обходил понт побережья Черного моря, Скифию и Херсонитов По промышлению Божию он дошел до реки Днепра в российской стране И, пристав к Киевским горам, остановился на ночлег Встав поутру от сна, он сказал бывшим при нем ученикам Верьте мне, что на этих горах воссияет благодать Божия Великий город будет здесь И Господь воздвигнет там много церквей и просветит святым крещением всю российскую землю Взойдя на горы, святой благословил их и водрузил крест Предвозвещая принятие народам, обитавшим здесь верой От своей апостольской кафедры, основанной в Византии Пройдя и выше лежащие российские города, где расположен ныне Великий Новгород Посетил еще и Рим Он возвратился в греческую страну Эпир И снова пришел в Афракию, утверждая христиан и поставляя им епископов и наставников Пройдя многие страны, он достиг Пелопонеса И, войдя в Ахайский город по имени Патрай Остановился у одного почтенного мужа по имени Сосия Он восставил его к содро болезни и после того обратил ко Христу весь этот город Патры В то же время уверовала во Христа и жена местного правителя Игеата Антипата по имени Максимила Освободившись от тяжких оков недуга и получив скоро исцеление И мудрый Стратоклий, брат Антипатов и многие иные, одержимые различными недугами Выздоровели через возложение рук апостола Тогда Агеат Антипат пришел в бешенство и, схватив святого апостола, пригвоздил его ко Христу О чем пресвитеры и дьяконы Ахайской страны написали так Мы все пресвитеры и дьяконы церквей Ахайи пишем о страдании святого апостола Андрея Которые видели своими очами Всем церквам, которые находятся на востоке и на западе, на юге и на севере Мир вам и всем верующим во единого Бога В троице совершенного истинного отца нерожденного Истинного сына рожденного Истинного духа святого, исходящего от отца и почивающего на сыне Этой вере мы научились от святого Андрея, апостола Иисуса Христа Страдание которого, непосредственно нами виденное, мы и описываем Агеат Антипат, придя в город Патры, начал принуждать верующих во Христа приносить жертву имам Святой Андрей, зайдя ему на пути вперед, сказал Тебе, судья людей, следовало бы познать своего судью, сущего на небесах И познав поклониться ему Поклонившись же истинному Богу, следовало бы отвращаться от ложных богов Игят сказал ему, ты ли тот самый Андрей, который разрушает храмы богов И склоняет людей к той появившейся недавно волшебной вере Которую римские цари повелели истреблять Святой апостол Андрей отвечал Римские цари не познали того, что Сын Божий, не зайдя на землю ради спасения рода человеческого С ясностью показал, что эти идолы не только не боги, но не чистые бесы, враждебные человеческому роду Которые научают людей прогневлять Бога и отвращать его от себя Чтобы он не слышал их Когда же Бог, прогневавшись, отвратится от людей Тогда бесы пленяют их В порабощении себе и до тех пор обольщают их Пока души их не выйдут из тела обнаженными Не имея с собой ничего другого, кроме грехов своих Эгиад сказал Когда ваш Иисус проповедовал эти бабьи и пустые слова Иудеи пригвоздили его ко кресту Андрей отвечал О, если бы ты захотел познать таинство креста Как создатель человеческого рода по своей любви к нам Добровольно претерпел страдания на кресте Потому что он и о времени своих страданий знал И о тридневном своем воскресении пророчествовал И сидя с нами на последней вечере Возвестил о своем предателе Говоря о будущем, как о прошедшем И добровольно пошел на то место На котором имел быть предан в руки иудеев Удивляюсь тебе, возразил Эгиад Что ты, будучи человеком мудрым Последуешь за тем, кого исповедуешь распятым на кресте Все равно каким образом Добровольно или невольно Апостол отвечал Велико таинство креста И если ты хочешь слышать, я скажу тебе Это не таинство Но казнь злодеев, возразил Эгиад Святой Андрей отвечал Это казнь тайно-человеческого обновления Только благоволи терпеливо выслушать меня Выслушаю тебя терпеливо, сказал судья Но если ты не сделаешь того, что я приказываю То понесешь на себе ту же тайну креста Апостол на это отвечал Если бы я боялся крестной казни То никогда не славил бы креста Эгиад сказал Как ты хвалишь крест по безумию своему Так не боишься смерти по дерзости Апостол отвечал Не боюсь смерти не по дерзости Но по вере Ибо честна смерть преподобных Для грешников же смерть люта Я хочу, чтобы ты выслушал, что я скажу о тайне креста И познал истину Уверовал Уверовал же, обрел свою душу Эгиад сказал Обретаю то, что погибло Неужели моя душа погибла, что ты велишь обрести ее верою Не знаю какую Святой Андрей отвечал Это то, чему ты мог бы научиться от меня Я покажу тебе, в чем погибель человеческих душ Чтобы ты мог познать спасение их Свершившееся через крест Первый человек вел смерть через древо преступления И нужно было для человеческого рода Чтобы смерть была уничтожена через древо страдания И как первый человек, ведший через древо преступления Смерть был создан из чистой земли Так надлежало, чтобы от чистой девы Родился Христос совершенный человек Который есть вместе и Сын Божий Создавший первого человека Дабы Он возвратил вновь вечную жизнь Потерянную всеми людьми И как первый человек согрешил Простершить древо познания добра и зла руки Так для спасения людей надлежало Чтобы Сын Божий Простер на кресте свои руки За невоздержание человеческих рук И за сладкую пищу от запрещенного древа Вкусил горечи желчи Иогиат сказал на это Говори эти речи тем, которые станут слушать тебя Если же ты не послушаешься моего повеления И если не захочешь принести жертву богам То избив палками, я расту тебя на кресте Который ты прославляешь Андрей отвечал Я каждый день приношу единому истинному и всесильному богу Не дым кодилов, не мясо валов, не кровь козлов Но непорочного агнца, принесенного в жертву на алтаре крестном Все верующие люди причащаются его причистого тела И вкушают кровь его Однако сей агнец пребывает целым и живым Хотя и истина заколается Истинно вкушают все его плоди И пьют его кровь Однако, как говорю, он всегда пребывает целым Не порочным и живым Иогиат сказал Как это может быть? Андрей отвечал Если хочешь узнать, будь учеником Чтобы научиться тому, о чем спрашиваешь Иогиат сказал Я выпытаю у тебя это учение муками Апостол отвечал Удивляюсь я тому, что ты, будучи человеком мудрым, говоришь, как бессмысленный Ибо можешь ли узнать от меня тайны Божии, испытывая через мучения Ты слышал о таинстве Христа Слышал и о таинстве жертвы Если уверуешь, что Христос, Сын Божий, распятый иудеями, есть истинный Бог, то я раскрою тебе, как он, будучи умершлен, живет И как, будучи принесен в жертву и вкушаем, пребывает целым в отцарстве своем Иогиат сказал Если он умершлен И, как ты говоришь, употреблен людьми в пищу То как же он может быть живым и целым? Если будешь веровать всем своим сердцем, отвечал апостол То можешь уразуметь сию тайну Если же не уверуешь, то никогда не постигнешь сей тайны Тогда Иогиат, разгневавшись, повелел бросить апостола в темницу Помощник и покровитель явился мне ко спасению Он, Бог мой, прославлю его, Бога Отца моего, и превознесу его Ибо он торжественно прославился Помилуй мя, Боже, помилуй мя С чего начну я оплакывать деяния злосчастной моей жизни? В какое начало Христе положу я нынешнему мою сетованию? Но ты, как милосердный, даруй мне оставление при грешении Помилуй мя, Боже, помилуй мя Несчастная душа, приди с плотью своей И исповедайся Создателю всего Воздержись, наконец, от прежнего безрассудства И принеси Богу слезы с раскаянием Помилуй мя, Боже, помилуй мя Подражав первозданному Адаму в преступлении Я осознал, что за грехи мои Я обнажен от Бога, лишен Бога От вечного царства и сладости царства сего Помилуй мя, Боже, помилуй мя Увы, несчастная душа, зачем ты уподобилась первой жене Еве? Не с добром ты посмотрела, уязвилась жестоко Прикоснулась к древу необдуманно Вкусила безрассудной снеги Помилуй мя, Боже, помилуй мя Вместо чувственной Евы во мне Восстала Ева мысленная Страстный плотский помысл, обощающий приятным Но вкусу доставляющий всегда горький напиток Помилуй мя, Боже, помилуй мя Спаситель Адам достойно был издан из Эдема Как не сохранивший одной твоей заповеди Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий Твои животворные наставления Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Пресносущная Троица Какой мы поклоняемся в одном существе Сними с меня обременительную тяжесть греха И по своему милосердию даруй мне умилительные слезы И ныне и пресно и вовеки веков Аминь Богородице, надежда и помощь всем прославляющим Тебя Сними с меня обременительную тяжесть греха И как непорочная владычица Прими меня кающегося В нем ли небо я буду возвещать И воспевать Христа пришедшего плоти О, Девы, помилуй мя, Боже, помилуй мя Земля, прислушайся к кающемуся и прославляющему Бога глазу Помилуй мя, Боже, помилуй мя Боже, спаситель мой, возри на меня милостивым Твоим оком И прими мою пламенную исповедь Помилуй мя, Боже, помилуй мя Я и один более всех людей согрешил пред Тобою Но, спаситель, жалься над Твоим созданием Помилуй мя, Боже, помилуй мя Отобразив на себе безобразие моих страстей Я исказил красоту ума с ластолюбивыми стремлениями Помилуй мя, Боже, помилуй мя Милосердный Господи, меня охватывает ураган зла Но, как Петру и мне, ты простри руку Помилуй мя, Боже, помилуй мя Я осквернил одежду моей плоти, спаситель И изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие Помилуй мя, Боже, помилуй мя Удовольствием и страстей я обращил красоту души И весь ум всесовершенно в прах превратил Помилуй мя, Боже, помилуй мя Ныне я изорвал мою первую одежду, которую соткал мне спаситель вначале И потому лежу ноги Помилуй мя, Боже, помилуй мя И облегся в изорванную одежду, которую соткал для меня змей Коварствами и потому стыжусь Помилуй мя, Боже, помилуй мя Милосердный слезы блудницы Я проливаю смелостью надо мною, спаситель По Твоему благо снисхождению Помилуй мя, Боже, помилуй мя Я взглянул на красоту древа и престился в уме И теперь лежу ноги и стыжусь Помилуй мя, Боже, помилуй мя Все начало вожди страстей пахали на хребте моем Растягивая вдоль по мне беззаконие свое Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Воспеваю Тебя единого в трех лицах Бога всех Отца, Сына и Святаго Духа И ныне и пресно и во веки веков Аминь Пречистая Богородица Дева, Ты одна всеми воспеваемая Усердно моли о нашем спасении На неподвижном камне заповеди Твоей Христе Утверди мое помышление Помилуй мя, Боже, помилуй мя Некогда дождив огонь от Господа Господь попалил землю садом Помилуй мя, Боже, помилуй мя Душа, спасайся, как праведный лод на горе И поспешай укрыться в сегор Помилуй мя, Боже, помилуй мя Беги, душа, воспламенение Беги садомского пожарища Беги истребление божественным пламенем Помилуй мя, Боже, помилуй мя Христос, спаситель, согрешил Я один согрешил пред Тобой Больше всех не презирай меня Помилуй мя, Боже, помилуй мя Ты добрый пастырь, отыщи меня, Агнца И не презирай меня заблудившегося Помилуй мя, Боже, помилуй мя Сладчайший создатель мой Иисус, спаситель Тобой я оправдаюсь Помилуй мя, Боже, помилуй мя Спаситель, я пред Тобой исповедуюсь Безмерно согрешил я против Тебя Но по своему милосердию отпусти Прости меня Слава Отцу и Сыну и Святому Духу О, Троица, Единица, Боже, спаси нас от заблуждений Искушений и опасностей И ныне пресно и во веки веков Аминь Радуйся, чрево вместившее Бога Радуйся, престол Господень Радуйся, Матерь нашей жизни Пророк услышал о Твоем пришествии И устрашился, что Ты хочешь родиться от Девы и явиться людям И сказал, я услышал о Тебе весть и устрашился Слава силе Твоей, Господи Помилуй мя, Боже, помилуй мя Правосудный Господи, не презирай своих дел Не оставляй Твоего создания, человеколюбец Хотя я как в человеке один согрешил более всякого человека Но Ты, как Господь, всего имеешь власть отпускать грехи Помилуй мя, Боже, помилуй мя Душа близится, конец близится А Ты не радеешь, не готовишься Время сокращается, восстановись Судья близко при дверях Протекает время, как сон, как цвет Зачем же мы напрасно суетимся Помилуй мя, Боже, помилуй мя Пробудись, душа моя Проразмысля о свершенных Тобой деяниях Представь их пред своими очами Капля за капель проливай свои слезы Безбоязненно открывай Христу свои дела и помышления И оправдайся Помилуй мя, Боже, помилуй мя В жизни нет ни греха, ни деяния, ни зла В которых я не погрешил бы Спаситель умом, словом или намерением Я, как никто другой, прегрешивший И намерением, и мыслью, и делом Помилуй мя, Боже, помилуй мя Потому обвиняюсь, потому и осуждаюсь я Злосчастной своей совестью Строжей, которой нет ничего в мире Судья, избавитель мой, испытатель Пощади, защити И спаси меня, раба Твоего Помилуй мя, Боже, помилуй мя Лестница, которую я в древности видел Великий из патриархов Служит душа моя указанием на восхождение делами И равно так же на возвышение разумом Посему, если желаешь жить в деятельности И в разумении созерцании Обновляйся Помилуй мя, Боже, помилуй мя По нужде патриарх потерпевал Дневной зной и ночной мороз Ежедневно сокращая время Пася, оберегая стада и работая Дабы жениться на двух женах Помилуй мя, Боже, помилуй мя Под двумя женами понимай деятельность И разумение в созерцании Подлию, как многочадную деятельность А подрахилию, как полученную Через многие труды разумения Ибо без трудов ни душа, ни деятельность Ни созерцание не будут совершенствоваться Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Единое, нераздельное по существу И не слияное в лицах божество Святой Троицы Тобою соцарственное, сопрестольное Научаясь боговедению Я возношу тебе троекратную В мире горнем воспеваемую песен И ныне и пресно и вовеки веков Аминь Ты, Богородица, рождаешь и вместе Остаешься девою Сохраняя в том и другом случае По естеству девство Из тебя родившийся обновляет законы естества Рождается девственное чрево Где пожелает Бог, там нарушается порядок природы Ибо Он творит, что благоизволит Человека любец, молюсь Просвети меня, будущее от ночи Путеводи меня в твоих повелениях И научи меня, Спаситель, исполнять твою волю Помилуй меня, Боже, помилуй меня Я постоянно проводил в ночи жизнь свою Ибо мраками глубокую мглою Была для меня ночь греха Но покажи мне Меня, Сыном, дня, Спаситель Помилуй меня, Боже, помилуй меня Подражая Рубиму Я совершил несчастное законоприступное дело Пред Всевышним Богом Я сквернил ложа мою, как тот отчая Помилуй меня, Боже, помилуй меня В Христе Царю исповедуюсь пред Тобой Я согрешил, согрешил, как никогда, братья Продавшие Иосифа плод чистоты и целомудрия Помилуй меня, Боже, помилуй меня С родниками связана была праведная душа И возлюбленный был продан в рабство Прообраз Господа Ты же душа сама всю продала себя своим мерзостям Помилуй меня, Боже, помилуй меня Несчастная и бесславная душа Подражая разум праведного и целомудренного Иосифа Непрестанно беззаконствуя Не сквернись безрассудными стремлениями Помилуй меня, Боже, помилуй меня Владыка Господи Иосиф некогда был во рве Но в прообраз твоего погребения и воскресения Принесу ли когда что-либо подобное тебе я Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Тебя, Пристоя Троица, мы прославляем за единого Бога Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух Простая сущность Присно поклоняемая единица И ныне, и присно, и во веки, и веков Аминь Нетленная, и не познавшая мужа, Матерь Дева Из тебя облегся в мой состав сотворившей веки Бог И в себе самом соединил человеческое естество От всего сердца моего я возвал к милосердному Богу И он услышал меня из ада преисподнего И возвал жизнь мою от тления Помилуй меня, Боже, помилуй меня Искренно приношу тебе, Спаситель, слезы Очей моих и воздыхания из глубины При вопле сердца Божий согрешил я Пред тобою, умилосердись надо мною Помилуй меня, Боже, помилуй меня Как дофанная верун Отклонилась ты душа от своего Господа Ну дабы не поглотила тебя пропасть земная Воззови из ада преисподнего Пощади Помилуй меня, Боже, помилуй меня Рассверепев, как юница молодая телится Ты уподобилась душа Ефрему Но окролепум деятельностью и созерцанием Оберегай жизнь, как оберегается серно Отте нет Помилуй меня, Боже, помилуй меня Пусть рука Моисея убедит нас Душа, как может Бог убелить и очистить Прокаженную жизнь И не отчаивайся сама за себя Хотя ты и поражена проказою Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Отец, Сын и Божественный Дух Свидетельствуют, что они суть Несложная, нераздельная, лично раздельная Троица и соединенная естеством Единица и ныне и присно И во веки веков Аминь Богородица, Твоя утроба родила нам Принесшего наш образ Бога Которого, как Творца, всего умоляет Дабы нам оправдаться по Твоим молитвам Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Душа моя, душа моя, восстань Что Ты спишь, конец приближается И Ты смутишься И так трезвись же Дабы Тебя пощадил Весущий и все исполняющий Христос Бог Мы грешили, беззаконствовали Неправо поступали пред Тобой Не сохранили, не исполнили Что заповедал Ты нам Но, Боже, отцов, не оставь нас до конца Помилуй меня, Боже, помилуй меня Я грешил беззаконствовал и нарушал Твою заповедь Так как я и предварен рождением в грехах Я еще приложил к язвам раны Но, милосердный Боже, отцов сам Помилуй меня Помилуй меня, Боже, помилуй меня При Тобое, судьею моим Я открыл тайное сердце моего Возри на смирение мое Возри на скорбь мою Внимли осуждению моему ныне И как милосердный Боже, отцов, сам Помилуй меня Помилуй меня, Боже, помилуй меня Некогда Саун, потеряв ослит своего отца Неожиданно получил при известии о них царство Смотри же, душа, не забывайся Предпочитая свои скотские вожделения Царству Христову Помилуй меня, Бог, помилуй меня Душа моя, если Богоотец Давид И сугубо некогда согрешил Бытву язвен стрелой прелюбодеяния Сраженный копием мщения за убийство Но ты же сама страдаешь гораздо тевчайшими С их деяниями, произвольными стремлениями Помилуй меня, Боже, помилуй меня Давид некогда присоединил Беззакониям беззаконию Ибо убийство он примешал прелюбодеяния Нам вскоре принесся сугубое покаяние Но ты, коварнейшая душа Совершила большие грехи Не раскаявшись притом пред Богом Помилуй меня, Боже, помилуй меня Некогда Давид, как бы живописуя на картине Начертал песнь, которую он отличает Совершенный им поступок Взывая помилуй меня Ибо пред тобой, единым Богом, всех согрешил я Сам очисти меня Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Бог Троица воспевается, как Троица простая Нераздельная Единосущная единая естеством Как светы и свет И три святы, и едино лицо свято Но душа, воспой, прославь жизнь И жизни Бога всех И ныне, и присно, и вовеки веков Аминь Мы воспеваем Тебя Благословляем и поклоняемся Тебе, Богородительница Так как Ты породила единого из нераздельной Троицы Христа Бога И сама открыла нам, живущим на земле Небесная Все существа и творения Воспевайте, благословляйте И превозносите во все веки Кого прославляет воинство небесное И трепещут Херувимы и Серафимы Помилуй меня, Боже, помилуй меня Помилуй меня, гречника, спаситель Пробудив мой ум к обращению Примекающегося в милосердие Взывающему Я согрешил пред Тобою, спаси Я беззаконствовал Помилуй меня Помилуй меня, Боже, помилуй меня Некогда безумный на колеснице Илья Восшедший на колесницу добродетелей Вознесся превыше всего земного Как бы на небеса Об его восходе помышляет душа моя Помилуй меня, Боже, помилуй меня Некогда принявший милоти Ильи И Лисей получил сугубую благодать От Господа Ну ты за невоздержание не получила Сей благодать и душа моя Помилуй меня, Боже, помилуй меня При последствии И Лисея От течения отдана милоти Ильи Некогда становилась по ту и другую сторону Ну ты за невоздержание не получила Сей благодать и душа моя Помилуй меня, Боже, помилуй меня Некогда самолетянка Самолетянка с добрым расположением Угостила праведника Ты же, душа, не приняла в свой дом Ни странника, ни пришельца Зато будешь извержена вон Из чертога брачного с рыданием Помилуй меня, Боже, помилуй меня Несчастная душа, ты постоянно подражала Нечистому нраву Геезия Хотя в старости отринь его сребролюбие И оставив свои злодеяния Избегни огня гиенского Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Безначальный Отчество Безначальный Сын и Утешитель Добрый Дух Правды, Родитель Слова Божия Безначальное Слово Отца Животворяющий и созидающий Дух Единая Троица, помилуй меня И ныне и присно и вовеки веков Пречистая мысленная багряница Плодь Эммануила соткалась внутри Твоего чрева как бы из вещества пурпурного Потом мы почитаем Тебя истинную Богородицу, помилуй меня Рождество от бессеменного газочатия Неизъяснимо Плод безмужной матери нетленен Рождение Бога обновляет естество Посему Тебя мы все роды православно величаем Как матерь Бога невесту Помилуй меня, Боже, помилуй меня Ум изранился, тело изменилось, дух болезнует Слово потеряло мощи, жизнь замерла Конец при дверях И так как же будешь ты поступать, злосчастная душа Когда явится судья, исследовать дела Твои Помилуй меня, Боже, помилуй меня Я воспроизвел пред Тобой душа Сказания Моисея Миробытии И затем все заветные описания Повествующие о праведных и неправедных Но ты, душа, согрешая пред Богом Подражала не первым, а последним Помилуй меня, Боже, помилуй меня Ослабел закон, не воздействует Евангелие пренебрежено Тобой все Писание Пророки и всякое слово праведника Потеряли силу Язвы Твоей душа умножились Так как не находится врача Тебя исцеляющего Помилуй меня, Боже, помилуй меня Дабы привести Тебе душа в умиление Я привожу Тебе примеры из Писания Новозаветного И так соревнуй праведным И отвращайся грешных И молитвою, постом, чистотой и непорочностью Умилостивляй Христа Помилуй меня, Боже, помилуй меня Христос сделался человеком Призвал к покаянию блудниц И разбойников Покайся душа Уже отверзнет двери к царствию Ее на перерыв заполняют Кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи Помилуй меня, Боже, помилуй меня Христос вечеловечился Приобщившись ко мне плотью И он добровольно Преиспытал все За исключением греха Свойственно естеству Показывая тебе душа Образец и пример Твоего своего снисхождения Помилуй меня, Боже, помилуй меня Христос спас волхвов Созвал пастырей Множество младенцев Садил мучениками Прославил старца И престарелую вдовицу Деяними из жизни Их ты не подражала душа Но горе тебе Когда предстанешь на суд Помилуй меня, Боже, помилуй меня Сорок дней постивший Из пустыни Господь Обнаруживая в себе Человеческое естество Наконец залкал Не унывай душа Если враг устремится на тебя Но да отразится Он от ног Твоих молитвами И постом Слава Отцу и Сыну И Святому Духу Станем прославлять Отца Превознесем Сына И с верой Поклонимся Божественному Духу Нераздельной Троицы И единицы по существу Как животворящему И просвещающему пределы Свету и светом жизни И жизням И ныне и при сна И вовеки веков Аминь Пречистая Богородительница Охраняя свой град По твоей защите Он царствует с верой И от тебя получает Крепость И при твоем содействии Неотразимо побеждает Всякое бедствие Берет в плен врагов И держит их Подчинение Преподобные Отче Андрея И моли Бога О нас Достооблажаемый Андрей Пастор Критский Не переставай молиться За воспевающих Тебя Чтобы нам всем Истинно Почитающим память Твою Избавиться от гнева Скорби Вреда И безмерных Прегрешений Помощники Покровители Велся мне Ко спасению Бог мой Прославливаю Бога Отца моего Превознесу его Ибо он Торжественно Прославился Помилуй меня Боже Помилуй меня Превзойдя Кайна убийства Я По сознательному Соизволению Через оживление Плоти Сделался убийцей Души Вооружившись Против нее Злыми моими Деяниями Помилуй меня Помилуй меня Боже Помилуй меня Я не сравнился Иисусе В праведности Савелем Никогда не приносил Тебе приятных Доров Ни дел Богоугодных Ни жертвы Чистой Ни непорочной Жизни Помилуй меня Боже Помилуй меня Мы Злосчастная Душа Как Каин Принесли Создателю Всего Порочную Жертву Нечестивые Дела И непотребную Жизнь Потому-то Мы И осужденные Помилуй меня Боже Помилуй меня Аж Оживо Творивший Земной Прах Скудельник Ты даровал Мне плоть И кости И дыхание И жизнь Но творец Мой Искупитель И судья Прими Меня Кающегося Помилуй Боже Помилуй Помилуй Спаситель Спаситель Если я И согрешил Но знаю Что ты Человеколюбец Ты казнишь Сострадательно И горячо Милуешь Взираешь На плачущего И как отец Поспешаешь Призвать Потерянного Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Пресносущная Троица Которой Мы поклоняемся Как единству С ними С меня Обременительную Тяжесть Греха И по своему Милосердию Дарю мне Умилительные Слезы И ныне И пресно И во веки Веков Аминь Богородицы Надежда И помощь Всем прославляющим Тебя Сними С меня Обременительную Тяжесть Греха И как Непорочная Владычица Прими Меня Кающегося Внемли небо Я буду Возвещать И воспевать Христа Пришедшего Плоти От девы Помилуй Мя Бог Помилуй Мя И мне Грех Сшил Кожные Резы Сняз Меня Бога Тканую Прежнюю Одежду Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Как С маконными Листьями Облегся Я Одеянием Стыда В изобличении Самовольных Страстей Моих Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Я Народился В постыдно Запятанную Гнусно Накровавленную Истечениями Страстной И любосластной Страстной Жизни Одежду Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Я Подвергся Мучению Страстей Вещественному Смутлению И оттого Ныне Гнетет Меня Враг Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Предпочтение Стяжательности Жизнь Привязанную К земным Вещам И любостяжательную Я нахожусь Теперь под Тяжким Временем Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Я засыпал Страстями Красоту Первобытного Образа Спаситель Ты Как некогда Драхму Зыщи Найди Ее Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Согрешил Я И как блудница Взываю Тебя Один Я согрешил Пред Тобой Прими Спаситель От меня Мира Слезы Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Спаситель Как мудр Я взываю Тебе Смилуйся Надо Мно Я согрешил Пред Тобой Как никто Из чат Адамовых Слава Отцу И Сыну И Святому Воспевай Тебя Единого В трех Лицах Бога Всех Отца Сына И Святаго Духа И ныне И пресно И вовеки Веков Аминь Пречистая Богородица Дева Ты одна Всеми Воспеваем И уседно Мори О нашем Спасении На камне Твоих Заповедил Тверди Господи Поколебавшееся Сердце Мое Ибо Ты один Святый Господь Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Тебе Истребитель Смерть И нашел Я источник Жизни Прежде Кончины Взываю Тебе От сердца Моего Согрешил Я Смилуйся Спаси Меня Помилуй Мя Боже Помилуй 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 Мя Я подражал Необузданно Поступившим Современникам Ноя Унаследовал Их Жребий Потопление Потопом Помилуй 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 Мя Подражая Отцегубителю Хаму Ты не прикрыла Душа Отвернувшись Назад Лицом Срамоты Ближнего Помилуй Мя Боже Помилуй Помилуй Мя Господи Помилуй Взываю Тебе Помилуй Меня Когда придешь С ангелами Своими Воздать Всем По достоинству Их дел Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Несозданная Безначальная По естеству Прославляемая В трех Ипостасях Простая Троица Спаси Нас Сверою Поклоняющейся Твоей Власти И ныне Присно И вовеки Веков Аминь Богородительница Ты не испытавший Мужа Во времени Родила Прежде век От Отца Исходящего Сына И о Странное Чудо Сохранившее Девство При Млекопитании Продолжение Жития Святого Андрея Первозванного Когда Святой Наш Будучи Будучи Придем На Смерть Показал Всякое Терпение Не Прекословил Не Вопиял И не Было Слышно На Улицах Глаза Его Посему И вы Молчите И будьте Спокойны Не Только Не делайте Препятствия Моему Мученичеству Но Сами Как Добрые Подвижники И воины Христовы Приготовьтесь К тому Чтобы Терпеливо Понести На своем Теле Всевозможные Истязания И раны Если И нужно Бояться Мук То Только Таких Которые Не Имеют Конца Устрашение И же Угрозы Человеческие Подобны Дыму Явившись Они Внезапно Исчезают И если Бояться Страданий То Надлежит Бояться Тех Которые Начинаются С тем Чтобы Никогда Не иметь Конца Временные Же Страдания Если Они Незначительны Переносятся Легко Если Же Они Велики То Скоро Удалив Из тела Душу Сами Окончатся Но Люты Те Страдания Которые Вечны Посему Будьте Готовы К тому Чтобы Через Временные Скорби Перейти К Вечной Радости Где Будете Веселиться Всегда Процветать И Всегда Царствовать Со Христом Получая Так Людей Святой Андрей Провел Всю Ночь По Утру И Геат Антипат Сел На Судилище Послав Он Призвал К себе Святого Андрея И Сказал Ему Решился Ли ты Оставить Безумие И Не Проповедовать Христа Чтоб Мог Веселиться С нами Всей Жизни Ибо Великое Безумие В том Чтобы Добровольно Идти На Мучения И Огонь Святый Отвечал Веселиться С тобой Я Буду В Состоянии Когда Ты Уверуешь Во Христа И Отвергнешь Идолов Ибо Христос Послал Меня В Эту Страну Которую Я Немало Приобрел Ему Людей Геат Сказал Я Принуждаю Тебя К Жертвам Для Того Чтобы Обощенные Тобой Оставили Суету Твоего Учения И Принесли Угодные Богам Жертвы Ибо Нет Города Вахаи В Которой Вы Не Опустили Храмы Богов Посему Теперь Нужно Чтобы Через Тебя Честь Их Была Восстановлена Чтобы Те Которые Тобою Прогневаны Тобою Были Умолены Чтобы И Самому Тебе Прибыть С нами В Дружеской Любви Если же Нет То За Бесчестие Ты Примешь Различные Мучения И Будешь Повешен На Кресте Которую Ты Прославляешь Святый Андрей Отвечал На Это Слушай Сын Смерти Обреченные На Вечные Муки Послушай Меня Слугу Господня И Апостола Иисуса Христа До Сих Пор Я Беседовал С Тобой Кротко Желаю Научить Тебя Святой Вере Чтобы Ты Как Имеющий Разум Познал Истину И Отвершись Идолов Поклонился Живущему На Небесах Богу Но Так Как Ты Пребываешь В своем Бесстыдстве И Думаешь Что Я Боюсь Твоих Мучений То Изобрети Против Меня Мучения Самые Тяжкие Какие Знаешь Ибо Тем Угоднее Я Буду Царю Моему Чем Более Тяжкие Претерплю За него Мучения Тогда Я Повел Растянуть Его И Бить И Когда Бьющие Его Сменились По Трое Сем Раз Святой Был Поднят Судья Сказал Ему Послушай Меня Андрей И Не Проливай По Напрасну Своей Крови Ибо Если Не Послушаешь Меня То Растну Тебя На Кресте Святой Андрей Отвечал Я Раб Креста Христова И Желаю Крестной Смерти Ты Жи Можешь Избежать Вечного Мучения Если Испытав Мое Терпение Уверуешь Во Христа Ибо Я Печалюсь О Твоей Погибели Более Чем О Своих Страданиях Страдания Мои Окончатся В один Много В два Дня Твои Жи Мучения И После Тысячи Лет Не Будут Иметь Конца Посему Не Приумножай Себе Мучений И Не Распаляй Для Себя Вечного Огня Раздневный Идиат Повелел Распять Святого Андрея На Кресте Привязав Ему Руки Чтобы он Не Умер В скором Времени И Веся Привязанным Принял Большие Мучения Большие Мучения Когда Слуги Мучителя Вели Его На Распятие Собрался Народ Восклицая В чем Согрешил Человек Праведный И Друг Божий За что Его Ведут На Распятие Андрей Жи Умолял Народ Чтобы он Не делал Препятствия Страдания Его И Шел На Мучения Учить Когда Он Пришел На Место Где Имел Быть Распятым То Издалека Увидев Приготовленный Для Него Крест Воскликнул Громким Голосом Радуйся Крест Освященный Христовой Плотью И Украшенный Членами Его Как Маргаритами Пока Не Был Распят На Тебе Господь Страшен Ты Был Для Людей Теперь Ж Тебя Любят И Желанием Принимают Ибо Верующие Знают Какое Ты Заключаешь В Себе Веселье И Какое Уготовано За Тебя Воздаяние С Дерзновением И Радостью Я Иду К Тебе Ты Прими Меня С Весельем Ибо Я Ученик Того Который Был Повешен На Тебе Прими Меня Так Как Я Всегда Любил И Желал Обнять Тебя Отчестный Крест Получивший От членов Господних Красоту И Славное Украшение Издавна Желанный Горячо Любимый Которого Я Непрестанно Искал Возьми Меня Из среды Людей И Отдай Меня Моему Учителю Чтоб Через Тебя Принял Меня Тот Который Искупил Меня Тобою Говоря Это Он Снимал Себя Одежды И Отдавал Их Мучителям Они Подняли Его На Крест Привязав Руки И Ноги Веревками Распяли И Повесили Вокруг Него Стояло Множество Народа Около Двадцати Тысяч Между Ними Был И брат Игеата По имени Стратоклий Который Восклицал Вместе С народом Несправедливо Страдает Так Святой Убеждал Их Терпеть Временные Мучения Уча Что Никакое Мучение Ничего Не стоит В сравнении С имеющим Быть За Него Воздаянием Потом Весь народ Пошел К дому Игеата Восклицая И говоря Не должно Так страдать Человеку Святому Честному Учителю Доброму Благонравному Кроткому И премудрому Но должно Снять его Со креста Ибо Он Веся Второй День На кресте Не перестает Учить Правде Тогда Игеат Убоявшись Народа Тот Час Пошел С ними Чтобы Снять Андрея Со креста Андрей Увидев Игеата Сказал Зачем Пришел Ты Игеат Если Хочешь Уверовать Во Христа То Откроется Тебе Как я Обещал Дверь Благодати Если Ты Пришел Только Для того Чтобы Снять Меня С креста То Я Не желаю Покажив Быть Снятым Со Креста Ибо Я Уже Вижу Моего Царя Уже Поклоняюсь Ему Уже Стою Пред Ним Но Страдаю За Тебя Потому Что Тебя Ожидает Уготованная Тебе Вечная Погибель Позаботься О себе Пока Можешь Чтобы Не захотелось Тебе Начинать Тогда Когда Будешь Уже Не в силах Когда Слуги Хотели Отвязать Его От креста То Не могли Прикоснуться К нему Множество И других Людей Один за Другим Старались Отвязать Его Однако Не могли Потому Что руки Приходили Во Мертвение После Всего Святой Андрей Воскликнул Громким Голосом Господи Иисусе Христе Не Попусти Мне Быть Снятым Со Креста На Котором Я Повешен За Имя Твое Но Прими Меня Учитель Мой Которого Я Возлюбил Которого Познал Которого Исповедую Которого Желаю Видеть Через Которого Я Стал Тем Что Есим Господи Иисусе Христе Прими Дух Мой С Миром Ибо Время Уже Мне Прийти К Тебе И Зреть Тебя Так Сильно Желанно Мною Прими Меня Учитель Благий И И не ранее Повели Мне Быть Сняту Со Креста Как Примешь Дух Мой Когда Он Говорил Это Его Осиял Свет С неба Как Молния На виду У всех И Блистал Вокруг Него Так Что Для Тленного Человеческого Ока Невозможно Было Смотреть На Него Этот Небесный Свет Сиял Вокруг Него С пол Часа И Когда Свет Отступил Святой Апостол И Спустил Дух И Отошел В Блистаниях Света Чтоб Предстать Господу Веровавшая Живо Христа Максимила Женщина Знатного Происхождения Целомудренной И Святой Жизни Узнав Что Святой Андрей Отошел Господу Сняла С великой Честью Тело Его И Помазав Драгоценными Ароматами Положила Его В Своем Гробе В Котором Имела Раздневавшись На народ Замышлял Отмстить Ему И Открыто Казнить Восставших На него Максимилу Женщина Хотела Клеветать Предцарем Когда он Помышлял Об этом Внезапно Напал На него Бес И Мучимый Им Едиат Умер Посреди Города Когда Сообщили Об этом Его Брату Стратоклию Верующему Христа Тот Повелел Придать Его Погребению Сам Женщина Не искал Ничего Из Имения Его Говоря Не дай мне Господи Мой Иисусе Христе Чтобы я Прикоснулся К чему-либо Из сокровищ Моего брата Чтобы не Оскверниться Грехом Его Ибо он Любя Суетное Имущество Осмелился Умертвить Апостола Господня Это было В последний День Ноября В Ахае В городе Патры Где до сих Пор По молитвам Апостола Подаются людям Многие Благодеяния Страх был на всех И не было Никого Кто не веровал бы В спасителя Нашего Бога Хотящего всех Спасти и привести К познанию истины Которому слава Во веки веков Аминь Услышал пророка Пришествия Твоим Господи И устрашился Что тебе угодно Родиться А где выявиться Людям И сказал Услышал Весит Тебе И устрашился Слава Сирии Твоей Господи Благодарю Тебя Господи Боже Мой Бодрость Душа моя Будь мужественна Как великий Восхождение Премудро расположив Детей Как ступени А свои шаги Как восхождение Вверх Благодарю Тебя Господи Боже Мой Подражая Ненавиденному Лесаву Душа Ты отдала Соблазнителю Своему первенство Первоначальной Красоты И лишилась Отеческого Благословения И несчастная Пала дважды Деятельностью И разумением Поэтому Ныне Покайся Это твой голос Иисус Снова зовет Меня восстать И следовать За тобою Благодарю Тебя Господи Боже Мой Исап Был изнан Едомом За крайнее Пристрастие К женолюбию Он Непрестанно Разжигаясь Невоздержанием И искривняясь Любострастием Назван Едомом Что значит Распаление Души Грехолюбивой Ты Избавил Верных Твоих От подобного Греха Благодарю Тебя Господи Боже Мой Бездетным Моего Вете Веков Аминь И рождаешь Ты Остаешься Девою В обоих Случаях Сохраняя По естеству Девство Рожденный Тобой Обновляет Законы Природы А Девственное Чего Рождает Когда хочет Бог То нарушается Порядок Природы Ибо Он Творит Что Хочет От Мой Благодарю Тебя Тебя Благодаря Тебя Благодаря Тебя Господи Боже Мой Твою Спаситель Из Которого Все Мы Почерпаем Питие Жизни Благодарю Тебя Господи Боже Мой И Следуй Душа Подобно Иисусу На вину И Обозри Обещанную Землю Какова Она И поселись В ней Путем Исполнения Закона Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Я Троица Простая Нераздельная Раздельная В лицах Единица Соединенная По существу Свидетельствует Отец Сын И Божественный Дух И Ныне И Присно И Вовеки Веков Аминь Чрево Твое Родило нам Бога Принявшего Наш Образ Его Как Создателя Всего Мира Моли Богородице Чтобы По молитвам Твоим Нам Оправдаться Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И Ныне И Присно И Во Веки Веков Аминь Душа Моя Душа Моя Восстань Что ты Спишь Конец Приближается И ты Смутишься Пробудись Чтоб Чтоб Пощадил Тебя Христос Бог Вездесущий И Все Наполняющий Мы Согрешили Жили Беззакон А Неправо Поступали Пред Тобою Не Сохранили Не И И И И И Что ты Заповедал Нам Но Не Оставь Нас До Конца Боже Отцов Благодарю Тебя Господи Боже Мой Когда Ковчиг Везли На Колесницу То Оза Когда Вол Свернул В сторону Лишь Только Прикоснулся И И И И Душа Избегая Его Дерзости Благоговейно Почитай Божественная Благодарю Тебя Господи Боже Мой Ты Слышала Вот О Весоломе Как Он Восстал На Самую Природу Знаешь Гнусно Его Деяния Которыми Он Обесчестил Ложе Отца Давида Но Ты Сама Подражала Его Страстным И Сластолюбивым Порывам Но Родившись Свыше Во Христе Иисусе Ты Душа Осудила Себя Чтобы Жить Для Господа Благодарю Тебя Господи Боже Мой Свободное Своё Достоинство Ты Душа Подчинила Своему Телу Ибо Нашедший Другого Ахитофела Врага Ты Склонилась На Его Советы Но Их Рассеял Сам Христос Чтобы Спасена Была Благодарю Тебя Господи Боже Мой Чудный Соломон Будучи Преисполнен Дара Премудрости Некогда Сотворив Злое Пред Богом Отступил От Него Ему Ли Ты Желаешь Уподобиться Благодарю Тебя Господи Боже Мой Улегшись Ластолюбивыми Страстями Осквернилась Увы Ревнитель Премудрости Возлюбив Нечестивых Женщин И Отчуждившись От Бога Ему Ты Душа Не Подражай И В уме Постыдным Сладострастием Благодарю Тебя Господи Боже Мой Ты Поревновала Душа Равааму Не Послушавшему Совета Отеческого И Вместе Злейшему Раву И Равааму Древнему Мятежнику Избегай Подражания Им И Взывай К Богу Согрешивая Умилосердись Надо Мною Благодарю Тебя Господи Боже Мой Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Троица Простая Нераздельная Единосущная Едино Естеством Светы И Святы Три Святы Едино Лицо Свято Бог Троица Воспеваем В песнопениях Воспой Жей Ты Душа Прославь Жизни Жизни Бога Всех И Ныне И Присно И Вовеки Веков Аминь Воспеваем Тебя Благословляем Тебя Поклоняемся Тебе Богородительница Ибо Ты Родила Единого Из Нераздельной Троицы Христа Бога И Сама Открыла Для Нас Живущих На земле Небесные Обители Кого Прославляет Воинство Небесное И Пред кем Трепещут Херуимы И Серафимы Того Все Существа И Творения Воспевайте Благословляйте И Превозносите Во все Века Благодарю Тебя Господи Боже Мой Соревновав Ози И Душа Ты Получила Себе Вдвойне Его Проказу Ибо Помышляешь Не Должно И Делаешь Беззаконное Оставь Что у Тебя Есть И Приступи К Покаянию Благодарю Тебя Господи Боже Мой Ты Слышала Душа Неневитяна Хорубящей Переплекающихся Богу Им Ты Подражала Хотя Была Упорнейшую Всех Согрешившись До Закона И После Закона Твой Дух Подвиг Меня К Раскаянию Благодарю Тебя Господи Боже Мой Ты Слышала Душа Как Еремия В Нечистом Рве С Реданиями Взывал Городу Сиону И Скал Слез Подражай Плачевно Его Жизнь И Спасешься Благодарю Тебя Господи Боже Мой Ты Иона Побежал Фарсист Предвидя Обращение Невитян Ибо Он Как Пророк Знал Милосердие Божие И вместе Ревновал Чтоб Пророчество Не Оказалось Ложным Он Не Желал Проповедовать Язычникам Считай Их Недостойными Милости Твоей Но Ты И Меня Пощадил Благодарю Тебя Господи Боже Мой Ты Слышала Душа Как Данил Ворве Заградил Уста Зверей Ты Узнала Как Юноши Бывшие Сазарию Верою Гасили Разженный Пламень Печи Благодарю Тебя Господи Боже Мой Из Ветхого Завета Всех Я Превел Тебе В пример Душа Подражай Богоугодным Деяниям Праведных И избегай Грехов Людей Порочных Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Безначальный Отче Бога Слова Слова Безначального Отца Дух Животворящий И Созидающий Троица Единая Помилуй Меня И Ныне Присно И Вовеки Веков Аминь Мысленная Порфира Плоти Мануила Соткалась Внутри Твое Чрево Пречистое Как бы Из вещества Пурпурного Потом Мы Почитаем Тебя Истинную Богородицу Рождество Бессеменного Зачатия Неизъяснима Безмужной Матери Нет Ленин Плот Ибо Рождение Бога Обновляет Природу Поэтому Тебя Как бы Невесту Матерь Мы Все Роды Православно Величаем Благодарю Тебя Господи Боже Мой Христос Все Беззакон 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 И И Притворяя Воду Вино Совершая Первое Чудо Чтобы Ты Душа Изменилась Благодарю Тебя Господи Боже Мой Христос Укрепил Расслабленного Взявшего Постель Свою Воскресил Умершего Юного Сына Вдовы И Солил Слугу Сотника И Открыв Себя Самарянки Предначертал Тебе Душа Служения Богу Духом Благодарю тебя, Господи, Боже мой Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде его Очистил прокаженных, дал прозрение слепым Исправил хромых, глухих, немых И уврачевал словом скорченную Чтобы ты спаслась, несчастная душа Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Прославим Отца, превознесем Сына С верою поклонимся Божественному Духу Нераздельной Троицы, единому по существу Как свету и светом жизни и жизням Животворящему и просвещающему пределы Вселенной И ныне и присно и вовеки веков Аминь Сохраняй град, свой причистая Могородительница По твоей защите, он царствует с верою И от тебя получает крепость И при том содействии неотразимо побеждает Всякое бедствие, берет в плен врагов И держит их в подчинении Преподобный Отче Андрея Молим Бога о нас Андрей, достащимый отец, приблаженный Пастор Критский, не переставай молиться За воспевающих тебя, чтобы избавиться От гнева, скорби, погибели И бесчисленных, пригрешенных нам Всем искренне почитающим память твою Помощники и покровитель явился мне ко спасению Бог мой прославлю его, Бога Отца моего И превознесу его, ибо он торжественно прославился Благодарю тебя, Господи Боже мой С юности Христе я пренебрегал твоими заповедями Всю жизнь провел в страстях Беспечности и нерадении Поэтому и взываю к тебе Спаситель, хотя при кончине Спаси меня И ты услышал И спас меня Благодарю тебя, Господи Боже мой Поверженного пред вратами твоими Спаситель Хоть в старости не Незринь меня в ад, как невоздержанного Но прежде кончиной, как человека любви Даровал мне оставление пригрешений Благодарю тебя, Господи Боже мой Расточив богатство мое в распутстве Спаситель, я чужд был плодом благочестия Но чувствуя голод, взывая, Отец милосердный Поспеши, милосердность, надо мною И ты услышал и исполнил прошение мое Благодарю тебя, Господи Боже мой По помыслам моим я человек, попавшийся разбойником Теперь я весь израненными Покрыт язвами Но ты сам, Христос Спаситель Пришел и исцелил меня Благодарю тебя, Господи Боже мой Священник, заметив меня, прошел мимо Или вид, видя меня в беде Обнаженного презрел Но ты, воссиявшая от Марии Иисусе Пришел и умилосердился Надо мною Преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас Дару мне, Мария, не спослала тебя с высшим божественным промыслом Святозарную благодать избежать мрака страстей И усердно воспеть прекрасные подвиги твоей жизни Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Пресущественно, Троица Которой мы поклоняемся как единому существу Сними с меня тяжелое бремя греховное И как милосердное Даруй мне слезы умиления И ныне и присно и во веки веков Аминь Богородица, надежда и помощь всем воспевающих Тебя Сними с меня тяжелое бремя греховное И как владычица непорочная Прими меня кающегося В нем ли небо я буду возвещать и воспевать Христа Пришедшего в плоти от Девы Благодарю Тебя, Господи Боже мой От невоздержания, как Давид, я пал и оскорнился Но Ты омыл и меня, Спаситель, слезами Благодарю Тебя, Господи Боже мой Погубил я, как раз, данную красоту и благообразие мое И лежал обнаженным и не стыдился Но Ты поднял меня, перевязал мне раны Ныне я Твой Благодарю Тебя, Господи Боже мой Ты внял, Спаситель, с тянанием души моей Принял слезы от чей моих и спас меня Благодарю Тебя, Господи Боже мой Человека любит, желающий всем спасения Ты призвал меня и принял, как благий Кающегося, Пресвятая Богородица, спаси нас Пречистая Богородица, Дева, Ты одна Всеми воспеваемой усердно моли о нашем спасении Видите, видите, что я Бог В древности не спасла в шиманну Источивший воду из камня народу моему В пустыне, одним своим всемогуществом Видите, видите, что я Бог Внимай душа моя, взывающему Господу Оставь прежний грех и убойся, как правильно судью И Бога, Он все еще долготет пред Тебя Благодарю Тебя, Господи Боже мой Кому уподобилась Ты многогрешная душа Как ни первому каину и тому ламеху Жестоко от каменив тело злодеяниями Убив ум безрассудными стремлениями Но призвав Иисуса начальником и совершителем веры Ты изменилась вся Благодарю Тебя, Господи Боже мой Имея в виду всех живших до закона О, душа не уподобилась Ты сифу Не подражала ни носу, ни еноху Через приселение духовное Ниною, но оказалась чуждой жизни Праведников Господь нашел Тебя Омыл, одел и садил чадом своим Благодарю Тебя, Господи Боже мой Ты одна, душа моя Открыла бездны гнева Бога своего И потопила, как землю, всю Плоть и дела и жизнь И оставила вне спасительного Ковчега, но Бог и Гова Спас Тебя по любви к творению своему И Ты возлюбила Его Возопив А воотче Преподобная Матерь Мария Моли Бога О нас Оставив прежний путь греха Ты всем усердием и любою Прибегла ко Христу Живя в непроходимых пустынях И в чистоте исполняя божественные Его заповеди Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Безначальная несозданная троица Нераздельная единица Прими меня кающегося Спаси согрешившего я Твое создание Не презвенно пощади Избах меня от осуждения В огонь И ныне приснои Во веки веков Аминь Пречистая владычица Богородительница Надежда прибегающих к Тебе И пристанище до застегнутых бурей Твоей молитвой Преклонить Милость и ко мне Милость Его Творца и Сына Твоего Утверди Господи На камне Твоих заповедей Поколебавшееся Сердце мое Ибо Ты один Свят и Господь Благодарю Тебя Господи Боже мой Семного благословения Наследовала Ты Благодетельственная душа И получила подобно Иофету Обширное владение На земле Отпущение грехов Благодарю Тебя Господи Боже мой Боже мой Угостив ангелов Под думом маврийским Патриарх на старости Получил как добычу Обещанное Благодарю Тебя Господи Боже мой Зная Бедная душа моя Как и сад Принес таинственно В новую жертву Всесожжение Господу Подража Его решимости Благодарю Тебя Господи Боже мой Ты слышала Душа моя Что Измаил Был изнан Как рожденный Рабыней Бодрствуй Смотри Чтобы и Тебе Не потерпеть Быть чего-либо Подобного Заслана страсти Ты Боже Доны не хранил Меня Преподобная Мать и Мария Моли Бог Гао Нас Окруженная Матерь Бурей И сильным Волнением В согрешении Но Ты Сама Ныне Спаси меня И приведи К пристанищу Божественного Покаяния Преподобная Мать и Мария Моли Бог Гао Нас Усердное Моление Ныне Преподобная Принеся К умилостивлительным Твоим молитвам Мин Богородице Откроет Для меня Божественные Входы Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Троица Несоставная Несозданное Существо Безначально В троичности Лица Вспеваемая Спаси нас С верою Поклоняющихся Силе Твоей И ныне Присно И во веки Веков Аминь Ты Богородительница Не испытавший Мужа Во времени Родила сына От отца Вне времени И дивное чудо Питая молоком Прибыла Девою Услышал Пророка Пришествие Твое Господи И устрашился Что тебе угодно Родиться А Дева Ивиться Людям И сказал Услышал А Весе Тебе Устрашился Слава Силе Твоей Господи Благодарю Тебя Господи Боже Мой Тело Мое Оскорнено Дух Грязен Весе Покрыт Трупами Но Ты Христе Как врач Уврачу И то И другое Моим Покаянием А Мой Очисти Иви Меня Чище Снега Спаситель Мой Благодарю Тебя Господи Боже Мой Твое Тело И кровь Слово Ты Принес Жертву За всех При Распятии Тела Чтобы Создать Меня Кровь Чтобы Омыть Меня И Дух Ты Христе Придал Чтобы Привести Меня К твоему Отцу Благодарю Тебя Господи Боже Мой Посреди земли Ты Устроил Спасение Милосердное Древе Эдем Затворенный Открылся Тебе Поклоняются Небесные Земные Все Спасенные Тобой Народы Благодарю Тебя Господи Боже Мой Да Будет Мне Омовением Кровь Из Ребр Твоих И Вместе Питьем Источившее Оставление Грехов Чтоб Мне И Тем И Другим Очищаться Слове Помазуясь И Напаяясь Животворными Твоими Словами Как Мазью И Питьем Благодарю Тебя Господи Боже Мой Церковь Приобрела Себе Чашу И Живоносном Ребре Твоем Из Которого Проистек Нам Двойной Поток Оставления Грехов И Разумения Спаситель Наш В образ Обоих Заветов Ветхого И Нового Благодарю Тебя Господи Боже Мой Я был Лишен Брачного Чертога Лишен И брака И вечери Светильник Как без Елея Погас Чертог Закрылся Во время Моего Сна Вечеря Окончена А я Связанный По рукам И ногам Как бы Извежен Вон Но Ты Обновил Меня Покаянием И Я Вновь На поприще С тобою Слава Отцу И сыну И святому Духу Нераздельно По существу Неслия Но в лицах Богословские Спроедую Тебя Троичное Единое Божество Соцарственное Сопрестольное Возглашаю Тебе Великую Песень В небесных Обителях Троекратно Воспеваемую И ныне И присно И во веки Веков Аминь В обоих Случаях Сохраняя По естеству Девство Рожденный Тобой Обновляет Законы Природы А девственное Чрево Рождает Когда хочет Бог Торушается Порядок Природы Ибо Он Творит Что Хочет От ночи Бодрствующего Просвети Меня Молю Человеколюбец Путевони Меня В повелениях Твоих И научи Меня Спаситель Исполнять Твою Волю Благодарю Тебя Господи Боже Мой По упор Я был Как жестокий Нравом Фараон Владыка По душе И телу Я Иоанне Иоамри А по уму Погрязший Но ты Помог Мне Благодарю Тебя Господи Боже Мой Загрязнил Я несчастно И свой Ум Но ты Омыл Меня Владыка В купели Слез Моих Молю Тебя И убили Как снег Одежду Плоти Моей Благодарю Тебя Господи Боже Мой Когда Исследую Свои дела Спаситель То вижу Что Превзошел Я грехами Всех Людей Ибо Я грешил С разумным Сознанием А не По неведению Но я Все еще Жив И есть Надежда Благодарю Тебя Господи Боже Мой Пощади Господи Пощади Создание Твое Я согрешил Прости Мне Ибо Только Ты Один Чист По природе И никто Кроме Тебя Ни чувств Ни чистоты Благодарю Тебя Господи Боже Мой Ради Меня Будучи Богом Ты Принял Мой Образ Спаситель И Совершая Чудеса Исцелял Прокаженных Укреплял Расслабленных Остановил Кровотечение Украду Точивых Прикосновением Одежды Преподобная Мать Мария Моли Бога О нас Ты Перешла Потоки Орданские И приобрела Покой Безболезненный Оставив Плоское Удовольствие Которое Избави Нас Твоими Молитвы Преподобная Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Тебя Представит Троица Прославляем За единого Бога Свят 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 Отец Сын И Дух Простое Существо Единица Вечно Поклоняемая И Ныне Присно И Во Веки Веков Аминь В тебе Нетленная Непознавшая Мужа Матерь Дева Облег Самой Состав Сотворивший Мир Бог И Соединил Собою Человеческую Природу От Всего Сердца Моего Я Возвал К Милосердному Богу И Он Услышал Меня Из Ада Преисподнего И Возвал Жизнь Мою От Погибели Помилуй Благодарю Тебя Господи Боже Мой Восстание Побеждай Плотские Страсти Как Иисуса Майка Всегда Побеждай И Гвони Тя Обольстительные Помыслы Благодарю Тебя Господи Боже Мой Душа Бог Повелевает Впереди Как Некогда Ковчег И Ордан Текущее По своему Существу Время И Сделайся Обладательницей Обещанной Земли Благодарю Тебя Господи Боже Мой Подобно Тому Как Ты Спас Петра Воззвавшего Поспеши Спаситель Спасти Меня Избак Меня Чудовище Простержего Свою руку И Выведи Из глубины Греха Благодарю Тебя Господи Боже Мой Тихое Пристанище Вижу Я В Тебе Владыка Владыка Христе Поспеши Избавить Меня От непроходимых Глубин Греха И отчаяния Слава Твою Сыну И Святому Духу Я Троица Несоставная Нераздельная Раздельная В лицах Единица Соединенная По существу Свидетельствует Отец Сын И Божественный Дух И ныне И пресно И вовеки Веков Аминь Чрево Твою Родило нам Бога Принявшего Наш образ Его Как создателя Всего мира Моли Богородица Чтоб По молитвам Ты Нам Оправдаться Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Ныне Пресно И вовеки Веков Аминь Душа моя Душа моя Восстань Что ты спишь Конец приближается И ты смутишься Пробудись же Чтоб пощадить тебя Христос Бог Вездесущий И все Наполняющий По прошествии Многих лет Мощи Сего Святого Апостола Андрея Были Принесены Мученикам Артемием В Константинополь По повелению Великого Царя Константина И положены Вместе со Святым Евангелистом Лукою И со Святым Тимофеем Учеником Святого Апостола Павла В пресветлом Апостольском Храме Внутри Священного Жертвенника Молитвами Апостола Твоего Христе Божий Верных Своих Православие Утверди И спаси Нас Аминь Похвальное Слово Святому Апостолу Андрею Перозванному Святого Иоанна Златоуста Крепка Сеть Апостольского Ловления Дивна Память Андрея И дивно Воспоминание Сети Которую Он употребил Для ловления И для Привлечения Народов Ко Христовой Вере Ибо Невод Каким Пользовались И Бессмертные Мертвецы Никогда Не может Быть Прорван Забвением Не придут С временем Ветхость Те орудия Ловли Которые Соделаны Не человеческим Искусством Но Божию Благодатью Хотя Сами Рыбари И ушли От нас Однако Орудия Какими Они Пользовались Или Невод Которым Охватили Самый Мир Никогда Не приходили В ветхость Когда Они Забрасывают И вытаскивают Сеть То Бывают Невидимыми Однако Сети Их Оказываются Полны Не Трость Ли Они Взяли Которая Тлеет От времени Не Льняные Нитки Сгнивающие От ветхости Погрузили Они В воду Не Крючок Сделали Они Который Съедает Ржавчина Не Пищу Они Положили На крючок Которую Могли Бы Уловить Рыб Не На Камне Они Сидели Которому Прикасаются Воды Не В лодке Которая Разбивает Волнение Они Плыли Не Рыб Естество Неразумное Они Уловили Искусство Которое Они Употребили Так И Орудия Их Были Новы И Не Обыкновенные Ибо Вместо Трости Они Употребляли Проповедь Вместо Леса Память Вместо Крючка Силу Вместо Приманки Чудеса Вместо Камня Небеса С Которых Они Производят Такую Ловлю Вместо Лодки У них Алтарь Вместо Рыб Они Уловляют И Самих Царей Вместо Небода Распространяют Евангелие Вместо Искусства Они Прилагают Божественную Благодать Вместо Моря Они Управляют Человеческой Жизнью Вместо Сети Они Привыкли Пользоваться Крестом Как Каким Небодом И Кто Видел Когда-либо Чтобы Мертвые Рыбари Уловляли Живых Людей Как Рыб О Великая Сила Распятого О Высочайшая Красота Божественного Достоинства Ничто Не может Быть Жизнью Такого Как Высота Апостольской Благодати Человеческая Жизнь Видела Много Поистине Дивного И Привышающего Разум Ибо Видела Пролитую Кровь Вопиющую И убийство Говорящее Без языка И Естество Разделившееся По зависти С собой Видела Брата Причиняющего Смерть Единоутробному Брату И дверь Смерти Открытую Через язву Зависти Видела Этот ковчег Гноя Непогружаемый Во время Потопа Мира И погибели Человеческого Рода Видела Старца Вооружившегося По вере Против Своей Утробы То есть Сына И того Который Не был Смертью Прошенная Молитвами Какого Они обняли Жидовство Родился От девы Утро Для него Это тот Кто положил Начало Крещению Сияние Благодать Распятого Христа Лучи Сии Придивные День Сей Будущий Век Полуденное Время То в Которое Господь Был На Сам Кресте Запад Пребывание Во Гроби Вечер Сия Кратковременная Смерть Сияние Солнца Воскресение Из Мертвых Вы Свет Миру Сказал Он Смотри На Сие Звезды И Ужас Снись Сиянию Их Посему Воспоминаемый Ныне Андрей Когда Нашел Господа Всех Как Некоторое Сокровище Света Восклицал Обращаясь К Своему Брату Петру Мы Нашли Мессию О Превосходство Братней Любви О Противообщение Порядка Андрей После Петра Родился В Жизнь И Первый Привел Петра К Евангелию И Как Уловил Его Мы Нашли Сказал Мессию От Радости Это Было Сказано Это Было Соединенное С Весельем Мете Мы Нашли Сказал Сие Сокровище Избегай Петр Нищеты Обрезания Освободись От Разодранных Рубеж Закона Сверхни С себя Игорь Письмен Сочти Это За Ничто Или За Нечто Незначительное Пренебреги Настоящим Как Сновидением И Возгнушайся Вивсаиды Как Некоторого Дурного И Отверженного Места Оставь Сеть Как Орудие Нищеты Лодку Виталище Во время Потопа Рыбную Ловлю Как Ремесло Подлежащее Морскому Волнению Рыб Как Товар Для Чьего Угодия Народ Иудейский Как Превозношение Пред Богом Каяфу Как Отца Лукавого Сборище Мы Нашли Мессию Которую Предвозвестили Пророки Которую Закон Провозгласил Нам Своим Учением Как Некоторую Трубою Мы Нашли Сокровище Закона Избегая Петр Гладописьмен Мы Нашли Мессию Которую Из древности Предвозвразили Знамения Которую Михей Видел На Престоле Славы Михея 4.1.3 Которую Исаия Зрел На Серафимах Книга Исаия 6 глава 1.3 Которую Иезеки Видел На Херуимах Иезеки 1 глава 1.28 Которую Данил Зрел На Облаках Данила 7 глава 13-14 Которую На Ханоносор Видел В той Печи Данила 3 глава 92 стих Которую Авраам Принял В шатер Которую Яков Не Отпустил Прежде чем Не получил От него Благословение Бытие 32 глава 24 32 стих Заднее Которого Моисей Видел На Камне Всего Мы Нашли Безначально Рожденного И явившегося В последние Дни О Великое Сокровище Полнота Которого Не может Быть Исчерпана Это Богатство Не подлежащее Законам Вещества Существо Которых Не знает Начало И самое Нахождение Которых Ново Мы Нашли Мессию Что значит Христос Много Христов Но все Они Смертные Авраам Был Христос Но Истлел Во гробе Исаак Был Также Христос Но Кости Его Лежат Во гробе И Яков Был Христос Но Смертный И Моисей Был Христос Но Был Погребен В каком Месте Не знаю Подобно Этому И Давид Был Христос Но Все Они Были Добычей Смерти Все Пленниками Смерти Один Христос Истинно По природе Бог Но Который По своему Милосердию И людям Запечатлел Своим Исхождением Девическое Чрево Как Некоторой Держава Царство Слава И поклонение С непорочным И единосущным Того же Существа Отцом И Святым Духом Ныне И всегда И во веки Веков Аминь Рождество От бессименного Зачатия Неизъяснимо Без мужной Матери Не тленен Плод Ибо Рождение Бога Обновляет Природу Поэтому Тебя Как Богоневесту Матерь Мы Все Роды Православно Величаем Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Врачуя Болезни Христос Слово Благовестовал Нищим Исцелял У вечных Кушал С мытарями Беседовал С грешниками И прикосновением В руки Возвратил Вышедшую Из тела Душу Иаировой Дочери Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Мытар Спас И блудница Сделалась Сломудренной А гордый Фарисей Подвергся Осуждению Ибо Первый Взывал Будь Милостив Ко мне Другая Помилуй Меня А последний Тщеславно Возглашал Боже Я не таков Как прочие И прочие Безумные Речи Благодарю Благодарю Тебя Господи Боже Мой Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Захей Бумытарь Однако Спаса Симон Фарисей Соблазнялся А блудница Получила Боже Наш Слава Тебе Ты знаешь Душа Мая Как прокляты Города Которым Христос Благовестил Евангелие Страшись Этого Примера Чтобы И тебе Не быть Кони Ибо Владыка Уподобив Их Садомлянам Присудил Их Каду Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Не окажись Душа Мая По отчаянию Хуже Хананиянки Слышавшей О вере По которой Божьим Словом Исцелена Дочь Ее Ты Воззвала Как она Христу Из глубины Сердца Сын Давидов Спаси Меня Помилуй Мя Боже Помилуй Мя Благодарю Тебя Господи Боже Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Животворящему Просвещающему Концы Прославим Отца Прерознесем Сына С верой Поклонимся Божественному Духу Нераздельной Троице Единой По существу Как Свету И Светом Жизни Жизнем Животворящему И Просвещающему Пределы Вселенной И ныне И присно И во Веки Веков Аминь Сохраняй Грацию Пречистого Родительница По той Защитой Он царствует С верой И от Тебя Получает Крепость И при Твоем Содействии Неотразимо Побеждает Всякое Бедствие Берет в плен Врагов И держит Их В подчинении Преподобную Отче Андрея Молим Бога У нас Андрей Досточтимый Отец Приблаженный Пастырь Критский Не переставай Молиться За воспевающих Тебя Чтобы избавиться От гнева Скорби Погибели И бесчисленных Пригрешений Нам всем Искренно Почитающим Память Твою Помощники Покровители И усам Нека Спасению Он Бог Мой Прославливый Бога Отца Моего И провознесу Его Он Торжественно Прославился Слава Тебе Боже Нас Слава Тебе Агнец Божий Взявший Грехи Всех Сними С меня Тяжкое Бремя Греховное И как Милосердный Дар Умни Слезы Умиления Благодарю Тебя Господи Боже Мой Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Тебе Преподай Иисус И согрешил Я пред Тобой Милосердие Снадо Мною Сними С меня Тяжкое Бремя Греховное И как Милосердный Дар Умни Слезы Умиления Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Не входи Со мной В суд Взвешивай Мои дела Исследуя Слова И обличай Стремления Но по Твоим Щедротам Презирая Мои Злодеяния Спаси Меня Всесильный Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Тебе Слава Тебе